Здравствуйте! В эфире программа «Рамки закона» в студии ведущий Алексей Круглин и наш постоянный гость, эксперт-адвокат Валерий Стадник. Здравствуйте, Валерий! Здравствуйте, Алексей! Сегодня мы возвращаемся к той теме, которая касается празднования Нового года. Итак, в этот период часто происходят различные происшествия, часто совершаются преступления, бывает по неосторожности, бывает умышленно. И вот сегодня с Валерием мы как раз таки и обсудим, как избежать каких-то негативных последствий от празднования. Итак, Валерий, впереди длинные выходные, в эти выходные много употребляют алкоголя, в эти выходные используют фейерверки и так далее, так далее, так далее, так далее. То есть опасность жизнедеятельности человека повышается в несколько раз. Итак, давайте проговорим, на что стоит обратить внимание в преддверии новогодних праздников и, конечно, непосредственно в ходе празднования. В ходе празднования. Алексей, да, действительно, сейчас мы подходим к периоду, когда у нас, так скажем, наступает отрицательная статистика. Отрицательная статистика по травмам, отрицательная статистика по алкогольным отравлениям, пищевым отравлениям, отрицательная статистика по пожарам, отрицательная статистика по, значит, иным каким-то чрезвычайным происшествиям, которые связаны с неосторожным обращением с огнем, неосторожным обращением с пиротехникой, неосторожное обращение, значит, с электроприборами какими-то различными, света, звукоприборами. Значит, поэтому, действительно, нужно в настоящий момент сейчас уже нам просматривать эту статистику, она ежегодно у нас отрицательная в этот период, и исключить данные происшествия, максимально исключить. Конечно, мы понимаем, что их исключить полностью невозможно, невозможно каждого человека настроить на необходимый лад, невозможно каждого человека и потребовать от него, и заставить его исполнять правила пожарной безопасности и другие правила, скажем так, общественной жизни и поведения. Но есть определенные правила, которые каждый из нас вправе и в силах, значит, исполнять, соблюдать, для того, чтобы, первое, оставаться в рамках закона, как мы всегда говорим, не нарушать закон, не приступать к закону и не выйти, так скажем, по незнанию за рамки закона. Первое, это, конечно же, наверное, касается правил пользования фейерверками, значит, взрывоопасными предметами света, шумовыми какими-то, значит, изделиями. Здесь первое правило, это не приобретать такую продукцию, значит, из-под полы, не приобретать такую продукцию не в сертифицированных магазинах, не в сертифицированных точках. Только те точки и только та продукция, которая проверена у нас органами пожарного надзора и службой министерства, подчеркивая ситуации, ну, соответственно, Роспотребнадзор. Только в этих точках, только в этих магазинах и только эти изделия, которые проверены и допущены на рынок. Далее, у каждого изделия есть правила их использования, поэтому обязательно не по схеме, значит, сначала использовал, а потом прочитал инструкцию, все-таки наоборот, сначала прочитать инструкцию, понять ее содержание, да, то есть иногда инструкция, инструкция, она очень простая по содержанию, но очень глубокий смысл заложен. Как правило, она не очень, не может быть очень длинной, не может быть очень большой, она очень короткая, но содержательная, поэтому, пожалуйста, прочитать инструкцию, понять, какие требования, и на будущие праздники, на будущие праздники, на выходные, И когда вы собираетесь использовать эти изделия, использовать их только в соответствии с этой инструкцией. Теперь надо бы обратить внимание, что там, как правило, описаны погодные условия и условия, при которых вообще возможно использование. Отдаленность от жилых домов, отдаленность от объектов транспорта, отдаленность от деревьев, сила ветра. Там все эти условия четко описаны, поэтому не нужно нарушать эти требования. Нарушение данных требований и последствия в виде причинения вреда здоровью, ущерба, имущественного, иных последствий. Причинно-следственная связь будет установлена с неправильным использованием, с нарушением данной инструкции. В полном объеме вред будет возмещаться за счет виновного лица. И виновное лицо у нас несет ответственность в полном объеме. Вы сейчас говорите о том, что, по сути, конечный пользователь несет ответственность за соблюдение правил при использовании фейерверка. Нарушил, например, место запуска и попал вместо воздуха, попал в окно, квартира загорелась, несет ответственность тот, кто запустил этот фейерверк с нарушением требований. Это понятно. Когда, да, действительно, и часто бывает такое, неправильно применяют, неправильно устанавливают фейерверки, может быть, их применяют вообще не по назначению. И ясно, что здесь наступает административное, уголовное, гражданское правовое ответственность в зависимости от того, какой вред, ущерб причинен, нанесен. Но здесь же это конечное звено, по сути. Есть же производитель, продавец. Вот если причинение вреда связано с некачественным самим товаром, если разорвался фейерверк и близ лежащим каким-то строением или даже рядом находящимся людям был причинен ущерб, вред здоровью, кто должен отвечать в этом случае? Я понимаю так, вы моделируете ситуацию, при которой имеется зона поражения, которая у нас описана в инструкции по безопасности, да, инструкции по использованию. В случае, если разорвался фейерверк и зона поражения, значит, точнее поражающие какие-то осколки поразили гражданина, там, либо лиц запускающих свыше, за рамками данной территории, то, конечно, в данном случае несет изготовитель и продавец. Тут уже будут определяться, чья вина, либо это изготовитель, либо продавца. Но хотелось бы указать о том, что все-таки лучше исключать этих моментов, приобретать, как я указываю, только сертифицированный товар, проверенный и допущенный на рынок. И не использовать аварийно-спасательное оборудование, что очень часто у нас в городе происходит. Мы понимаем, что у нас есть военный флот, военно-морской флот, у нас есть рыбный флот, торговый флот, есть суда маломерные. Каждый раз, значит, раз в периодичность обновляют средства спасения, это ракетницы, это световые, значит, так называемые фальшвейеры, звуковые какие-то патроны, снаряды, значит, ракетницы. И у нас очень часто используют граждане вот эти предметы. Так вот, их ни в коем случае нельзя использовать, тем более в населенных пунктах. Их вообще нельзя использовать не по назначению, а тем более на территории населенных пунктов. Потому что фактически это оружие, это очень страшное оружие. И поражающее действие у этого оружия, она иногда сильнее, чем у огнестрельного оружия. Если пуля поражает, да, то есть какой-то определенный участок, то ракетница выжигает все вокруг, там, да, все органы, все, что ей попадается на территории, там, порядка 50-60 сантиметров. То есть там шансов нет никаких вообще. Поэтому исключить эти предметы лицам, ответственным в настоящий момент за списание этих предметов, за утилизацию, ни в коем случае, да, не передавать для утилизации посторонним лицам, не передавать для использования кому-либо, а именно утилизировать в установленном порядке. Не дать возможность использования данных предметов на территории населенных пунктов. Понятно. Это, кстати, очень важное замечание. Действительно, город морской, город связан с тем, что используются различные сигнальные средства. И, конечно, эти сигнальные средства все-таки не предназначены для того, чтобы ими баловались, грубо говоря. А по-другому, как баловцом, назвать использование сигнальных ракет, например, в городе невозможно. Тут, Алексей, все-таки не баловство. Здесь все-таки преступная такая халатность. Это фактически как преступление. Это как пьяным сесть за руль. Это как в населенном пункте собрать охотничье ружье и передвигаться по улице в заряженном состоянии. То есть это уже фактически начало какого-то преступления, я бы сказал. Да, да. Это уже подготовительное и начало. То есть если не пресекли, то человек вполне имеет возможность довести до конца. Поэтому здесь вот даже я так считаю. А вообще их можно использовать или нет? Запрещены ли к обороту вот эти вот средства? То есть понятно, что сигнальная ракета, и как вот можно ли ее пойти купить, продать? Они используются строго в определенных случаях. Они могут быть приобретены для оборудования маломерного судна. Они могут быть использованы охотниками, рыболовами. Для чего? То есть для подачи каких-то сигналов. Возможно, их используют, мы знаем, для опугивания диких животных при нападении. Но ни в коем случае это не для развлечения, не для празднований. Это, я еще раз повторю, это очень серьезный предмет. Это очень серьезное оружие, я бы так сказал. С очень серьезным поражающим действием. Поэтому нет. Его нельзя использовать ни в развлекательных целях, а лицами, которые не умеют ими пользоваться. И тем более в населенном пункте. Я почему затрону на ту тему? Просто не один праздник у нас происходит, когда даже на слух, возможно, определить, когда стреляют светошумовые ракетницы, когда стреляют ракетницы, именно как раз не для развлечения, а именно профессиональные средства спасения, которые не должны использоваться у нас в новогодние праздники. Потому что это однозначно. У нее там другой период горения, у нее другая температура горения. В случае попадания в квартиру, это будут совсем другие последствия. Затушить ее практически невозможно. То есть там горячий фосфор и магний его не потушить. Поэтому исключить эти предметы строго под запретом. Понятно. Но ракетницы, фейерверки, это не единственное, что может угрожать нашим телезрителям в период, особенно в период предновогодний и новогодний. Давайте вернемся к алкоголю. Продается он во многих магазинах. Многие из жителей Мурманской области, да и не только Российской Федерации, да везде, по всему свету, пытаются приобретать товар дешевле. Многие обращаются в такие, по-другому назовешь, точки, где он якобы продается дешевле. Насколько это может быть опасно? Какие могут быть последствия при приобретении, например, алкоголя там, где нет лицензии? На что стоит обратить покупателям? Ну, конечно, обратить внимание покупателей стоит на то, что есть у нас очень много специализированных магазинов. Давайте уж так. Специализированные магазины и сетевые магазины, большие. Большие торговые центры. Конечно, в данных местах продавать поддельный алкоголь, значит, недопущенный, опасный для здоровья, практически невозможно. Почему? Потому что большие сети, они несут огромную ответственность. Это сумасшедшие штрафы, ну, это имиджевые потери, это нет смысла. То есть, для больших сетевых магазинов, для больших торговых центров и для специализированных магазинов торговать таким алкоголем. Поэтому исключить приобретение алкоголя в каких-то, может быть, маленьких магазинах, в ларьках, в торговых павильонах, где, во-первых, нет лицензии на продажу спиртного, тем более нет лицензии на продажу спиртного. Ну и, соответственно, данные точки, они не могут гарантировать не пользоваться услугами приобретения, конечно же, алкоголя с рук. Ну, понятно, потому что здесь вообще не найти потом ни виноватого, ни крайнего в случае отравления таким алкоголем. Вот об опасности. То есть, понятно, что пытаются найти себе выгоду и продавцы, и покупатели. А опасность какая? Давайте, может быть, вспомним несколько примеров, к чему ведет приобретение контрафактного, ненадлежащего качества алкоголя. Ненадлежащего качества алкоголя у нас, как правило, последствия, они, как все описаны, либо в медицинских документах, либо в материалах уголовных дел. Первое – это причинение вреда здоровью. То есть, такие граждане при употреблении такого алкоголя граждане попадают в лечебные учреждения на праздники с серьезными отравлениями, с тяжким вредом здоровья. Причем, да, там определенные спирты вызывают и слепоту, и повреждают поджелудочные печени таким образом, что потом она просто не подлежит уже восстановлению. То есть, там, врачи будут бессильны, никакой не смогут они такой уж помощи оказать. Все-таки это уже будет путь, так скажем, в одну сторону. Ну и следующее – это описано у нас в уголовных делах последствия. То есть, когда человек, употребляя некачественный алкоголь, значит, наступает отравление центральной нервной системы, перевозбуждения, либо какие-то, значит, наступают иные проявления, значит, повреждения психики, у человека возникают какие-то иные ощущения в жизни, он начинает вести себя неадекватно, может сесть за руль, может, да, допустить себя к управлению, может, значит, причинить вред окружающим. Мы видели, да, там, неадекватных людей, бросающихся на окружающих, причинить им вред их жизни, здоровью близким, находящимся в помещении, друзьям, знакомым, которые находятся рядом. Поэтому, вот, наверное, две таких сферы, где вот, ну, два таких можно разделить, да, там, момента, где вот этот алкоголь, каким образом, значит, влияет на человека. Поэтому, чтобы эти моменты исключить, да, то есть уголовную и медицинскую составляющую, нужно все-таки использовать, если уж вы, значит, намерены использовать алкоголь, проверенный, в проверенных местах, хорошего качества, имеющий, значит, заводского выпуска, обязательно, вот, и заранее приобретенный, наверное, все-таки в больших магазинах специализированных. Посадить можно тех, кто торгует контрафактным алкоголем? Да, у нас есть, конечно же, предусмотрена уголовная ответственность за, значит, оказание услуг, не отвечающих требований безопасности, либо, там, сбыт продукции. Вот, ну, вы понимаете, да, что уголовная ответственность в виде лишения свободы, да, такое наказание, наступает в столько случаев тяжких последствий, если причинно-средственная связь будет установлена. А установить причинно-средственная связь между лицом, который изготовил данный алкоголь, лицом, который употребил и отравился, да, там, насмерть, там, или тяжко, просто вред здоровью наступил, очень сложно эту цепочку будет раскрутить. Поэтому здесь наказание, это крайне редко последует. Мы понимаем об этом, и второе, не всегда летальный исход, не всегда причинно-средственная связь можно установить. Фейерверки, алкоголь, какие еще есть опасности непосредственно в ходе предновогодней вот этой суеты и празднования? Электроприборы. Мы понимаем прекрасно, что праздник, все находятся дома, у нас в условиях Крайнего Севера электронагревательные приборы включаются, включается дополнительная техника, плиты электрические, значит, микроволновые плиты, духовые шкафы включаются в большом объеме в квартирах. Иногда, не иногда, а очень часто в этот период не выдержит проводка, а если еще на улице у нас сильный мороз, включаются подогревы полов, включается, значит, дополнительный нагрев в квартирах, соответственно, не выдержит проводка, и мы можем констатировать тот факт, что, как правило, начинаются пожары, связанные с замыканием электропроводки. Кто отвечает здесь? У нас на каждую квартиру выделена определенная мощность, проводка рассчитана на эту мощность. Если потребитель, находящийся в квартире, данную мощность превысил, вся ответственность лежит на нем. Установить это можно способом описания приборов, которые находятся в квартире, сколько из них были включены в сеть, как работали, не работали, то есть это все устанавливается экспертным путем. Поэтому в данном случае сам потребитель. Мы говорим от прибора до электросчетчика, до входа в квартиру. Но, опять же, может замыкание произойти в местах общего пользования, так называемый подъезд. Может там возникнуть замыкание, может возникнуть в РУ дома, в одно распределительное устройство дома. Может возникнуть замыкание там, если весь дом у нас начнет повышать мощность, то есть у нас, соответственно, начнется разогрев и может произойти короткое замыкание. Поэтому очень нужно осторожно работать в этот период. Использовать, точнее, бытовую технику, мощную технику. Может быть, стоит ее использовать по очереди, отключать одну, включать другую. Не использовать одновременно всю. Вы исключите замыкание в своей квартире, вы исключите замыкание во всем доме. И, значит, на праздники вы не рискуете остаться без электричества. Потому что мы понимаем, что у нас аварийная бригада одна, на весь город будет, скорее всего, дежурить. То есть, если у нас будет аварий много, она просто не успеет все последствия устранить. Если вы не хотите оказаться в такой ситуации, поэтому думайте не только о себе, думайте о соседях. Ну и в любом случае, любое замыкание – это опасность пожара. Здесь уже две такие пересекающие. Короткое замыкание и пожар. Поэтому это две такие стихи. Очень страшные для самого собственника данного помещения, этой техники. И для соседей. Потому что здесь хуже не придумать. Потому что здесь пострадают все. Вот вы правильно сказали, что потребитель несет ответственность за то, что связано с эксплуатацией электроприборов непосредственно в квартире. Кто отвечает за общее имущество там, где, вы говорите, тоже возможно возникновение короткого замыкания и как следствие пожара? Кто будет отвечать там и куда обращаться нашим телезрителям в том случае, если у них есть подозрение о том, что электрооборудование общего, так скажем, пользования ненадлежащим образом эксплуатируется? Значит, у нас управляющая компания несет в данном случае ответственность. От вводного устройства и до квартиры это все управляющая компания. То есть, вот в квартиру провод входит, там есть рубильник такой общий. Ну, как правило, у всех он есть. Либо защита какая-то стоит, либо автомат, но в любом случае. Вот до этого момента и от ВРУ дома эта управляющая компания обслуживает эти сети, эти кабели, эти провода, как хотите назовите. Устройства, так скажем, инженерной коммуникации обслуживают. В ВРУ дома эти сети являются общедомовым имуществом. В случае, если требуется капитальный ремонт, замена, значит, управляющая компания выходит к собственникам и объявляет им об этом, значит, предоставляет какие-то акты осмотра, заключения специалистов о том, что требуется капитальный ремонт. И этот капитальный ремонт, конечно же, производится, ну, к сожалению, за счет собственников. Ну, почему, к сожалению, бремя содержания собственности лежит на собственника? Ну, да, я согласен, но, к сожалению, для каждого собственника. Почему? Потому что у нас все-таки дома есть очень старые, с большим износом. И мы уже говорили об этом, что этажность очень низкая, соответственно, у нас очень большая нагрузка на каждый квадратный метр по содержанию данного дома. А с учетом, что у нас дома многие были построены в послевоенный период, конечно же, сети изнашиваются. Они не были рассчитаны на такое потребление, да, то есть, кто бы рассчитывал в 50-х домах микроволновки, водонагреватели электрические, плиты электрические там. То есть, это потребители, которые, то есть, тогда даже никто и не знал про них, их не существовало. То есть, поэтому, конечно же, у нас сети не выдерживают, и управляющая компания несет ответственность. И пока, значит, она не сигнализировала, и все нормально с эксплуатацией электрооборудования, это все в ее, значит, зоне ответственности. Ну и, соответственно, обжаловать бездействие должностных лиц управляющих компаний, либо их противоправные действия, можно в государственную жилищную инспекцию, можно также в органы прокуратуры. Все зависит от того, какая ситуация сложилась в, скажем, конкретном доме. Валерий, вот это все такие жизненные, так скажем, ситуации, когда, в которые может попасть любой человек, фейерверк может как быть причинить, точнее, человек может быть, как наш или зритель, может быть причинителем вреда, может быть потерпевшим при использовании этого фейерверка. То же самое касается некачественного алкоголя. Электроприборы, оборудование тоже, это все понятно. Но, смотрите, у меня складывается впечатление, что в последнее время очень часто активизируются мошенники в преддверии праздников. Правильно ли у меня такое мнение, исходя из той вот ситуации, которая сейчас есть на территории Мурманской области, например, есть ли у вас информация о том, активизируются ли мошенники в этот период времени, для того, чтобы под воздействием вот этих вот таких праздничных, веселых, радостных дней потихонечку вытаскивать деньги из карманов наших граждан? Да, Алексей, вы, наверное, вспомнили еще один аспект, который в настоящий момент, это такой современный аспект, который возник в праздничные, особенно в предпраздничные дни люди находятся, значит, ну, во-первых, все устали за год, да, то есть какие-то дела доделываются, люди готовятся к праздничным выходным дням, это покупки, приобретения, хождение по магазину, все равно все устали, все находятся в определенной и в усталости, и в эйфории предпраздничной. И в этот момент, может быть, да и на территории Мурманской, на территории области, на территории всей страны, конечно же, у нас обостряются мошенники, телефонные в том числе, начинаются звонки, предложения каких-то лотерей, объявления о каких-то выигрышах, значит, предложения поучаствовать в каких-то розыгрышах, получить какие-то бонусы. Вот на все эти предложения, то есть, конечно же, ну, есть часть людей, которые вот в этот момент именно уже в ослаблении, скажем так, они услали, ослабли, и вот мошенники, конечно же, пользуются в этот момент нашими слабостями, поэтому еще раз хотелось бы напомнить о том, что если вы нигде не участвовали официально, нигде не зарегистрированы, да, и никаких не ждете подарков и бонусов, ложите трубку, считайте, что ошиблись номером, сразу нет, мне ничего не надо, все, до свидания. Почему? Потому что надо понимать, что затянут разговор, и в дальнейшем мы понимаем, что, да, узнаем из сводок о том, что вот такой пенсионер пострадал, вот этот пенсионер пострадал, такую сумму вывели, выманили у этого пенсионера, обманули этого, то есть, как правило, конечно же, это люди пенсионного возраста и предпенсионного возраста, поэтому оградите себя и своих близких от общения с такими мошенниками, ограничьте звонки по телефону, все-таки учите больше своих близких, родных о том, что если нет этого контакта у вас, значит, сделайте им книжку, да, назовите каждый контакт, проименуйте, скажите, если нет этого контакта, не берите, или просто сделайте, скажем так, список лиц, которые могут дозвониться до вашего близкого и ограничьте общение, тогда вы обезопасите его вот как раз от такого рода мошеннических действий, это тоже как вариант. Ну и не забываем о том, что по всем фактам совершения правонарушения, преступления необходимо срочно сообщать в органы внутренних дел, они всегда готовы помочь, всегда открыты к приему заявлений. Уважаемые телезрители, на этом мы заканчиваем нашу программу, спасибо вам, Валерий, за подробную исчерпывающую информацию, как всегда. Мне остается только пожелать нашим телезрителям, чтобы таких ситуаций негативных, связанных с празднованием Нового года, в их жизни не происходило. И до встречи в программе «Рамки закона» в следующий вторник. Редактор субтитров А.Семкин